В стране завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. В Хабаровском крае работали 778 избирательных участков. Плебисцит длился неделю, чтобы избежать столпотворения и не подвергать избирателям опасности заражения коронавирусом. О том, как проходил процесс в основной день голосования, 1 июля, расскажет Юлия Сидельникова. С 25 по 30 июня в голосовании о поправках в Конституцию приняли участие 262,5 тысячи участников, в том числе вне помещения. Это почти 27% от общего числа жителей Хабаровского края. В основной день голосования, 1 июля, на участки пришло больше всего избирателей. Своим правом воспользовался и руководитель городского совета по предпринимательству Андрей Беретенников. Важный для страны день он пришел на участок вместе со своей семьей. Жена Евгения и дочь его. Сегодня было на самом деле очень просто голосовать, потому что мы голосовали не за личность, мы голосовали не за какую-то партийность или что-то еще, мы голосовали за основу нашей страны, за Конституцию. Хабаровчане сами выбирали наиболее комфортную форму голосования. Это помогло сохранить личное время и сократить риск заражения. В этом году поставить галочку можно было прямо во дворе и даже в автобусе. Такие необычные пункты голосования появились в микрорайонах, где участки приписаны к помещениям детских садов, вход в которые строго ограничен. Участок номер 131 на улице Флегонтово к встрече с избирателями был готов с 8 утра. Соблюдается все меры профилактики, то есть соблюдается социальная дистанция, строго отслеживается. Обрабатываются руки антисептиком. Каждому участнику голосования выдаются перчатки, одноразовая ручка. Еще один избирательный пункт на колесах можно было увидеть на улице Подгаева. Работники участка отметили, что в основном голосующие приходили утром, многие семьями. Выполнила долг. Я не могла не выполнить его. Я должна была прийти и проголосовать. Мне не безразлична жизнь моя и жизнь моих детей. Желающих проголосовать принимали до 8 часов вечера. На избирательных участках Хабаровска использовали 78 комплексов для автоматической обработки бюллетеней. Это ускорило процесс подсчета голосов. Юлия Сидельникова, Сергей Михайловский. Смотри Хабаровск.